Я шел домой по ночной дороге абсолютно один. Была мерзкая погода и необычная для этого района тишина. Совершенно неожиданно, посади себя, я услышал хриплый голос. «Эй, мужик, остановись на минутку!» Это было так неожиданно, что я мгновенно обернулся. Из-за забора на меня смотрело ужасное существо с обгоревшей кожей. Такое ощущение, что глаз просто не было. Вместо них меня сверлила пустота его глазниц. А из беззубого рта снова донеслись хриплые слова. «Мужик, остановись на минутку!» А перед началом видео, подпишись на канал и поделись данным роликом в соцсетях. Помоги развитию канала. Приятного просмотра! У существа нет точного названия. Очевидцы попросту называют его фразой, которую он постоянно проговаривает при встрече с человеком. Это существо всегда появляется ночью за спиной одинокого путника и произносит хриплым голосом всего одну фразу. «Эй, мужик, остановись на минутку!» Данное существо выглядит как гуманоид. В отличие от других творений Тревора Хендерсона, он не худощавый и очень похож на человека. Судя по фотографии, у него непропорционально большая голова по сравнению с остальным телом. Кстати, монстра во весь рост никто не видел, так как существо всегда скрывается за забором. Единственное, что отличает монстра от человека, это отсутствие глаз и обгоревшая кожа. На самом деле, эй, мужик, раньше был человеком, который погиб при странных обстоятельствах в пожаре. Так или иначе, теперь это призрачное существо, которое охотится по ночам за одинокими путниками в темных, безлюдных подворотнях. При встрече с ним ни в коем случае нельзя обращать внимание на его просьбы, так как существо может утащить человека, слишком близко подошедшего к нему. Также, перед встречей монстра с жертвой, человека будет преследовать непонятно откуда взявшийся запах гари. Эта история произошла в 2019 году. Студент шел домой после долгих посиделок с друзьями. У парня не хватало денег на такси, а метро уже было закрыто. Парню нужно было пройти несколько кварталов, поэтому он решил сократить свой путь, петляя по дворам. Почему-то в этом районе жутко воняло гарью, как будто что-то недавно сгорело. В одной плохо освещенной подворотне парень услышал за спиной глухой хриплый голос. «Эй, мужик, остановись на минутку!» Резко повернувшись, студент не поверил своим глазам. За забором стояла и пристально на него смотрела какое-то бесформенное, обгорелое существо. Слово «смотрела» тут несет чисто формальный характер, так как у существа попросту не было глаз. Обомлев, парень в течение нескольких секунд просто смотрел на существо. Вдруг беззубый рот монстра открылся и он снова произнес «Мужик, остановись!» Парень, не придумая ничего лучше, как достать свой телефон и щелкнуть существо на камеру. Из-за вспышки существо начало рычать и неестественно двигаться. Студент резко спрятал телефон в карман джинс и начал убегать. Пробегая дворы, почти у каждого забора ему чудилось то существо, пристально смотревшее на него со стороны. Также он слышал обрывки фраз существа, но не понимал, откуда доносится источник звука. Пробежав квартал и присев отдышаться, парень понял, что больше не чувствует запах гари, а ощущение преследования испарилось. Отбешавшись, студент неспеша дошел до дома. На следующий день в новостях прогремела новость, что во дворе, по которому пробегал вчера парень, при странных обстоятельствах сгорел мужчина. Возможно, вчера сама неупокоенная душа погибшего звала на помощь студента. И кто знает, что бы было, если бы парень остановился и подошел бы к этому существу. Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли внизу под роликом, а шесть рандомных ваших комментариев попадут в начало следующего видео. До новых встреч! Подпишись на огонька! Субтитры сделал DimaTorzok